МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился в эфире на Беларусь-2 ток-шоу «Перекрёсток» тема программы «Приключения иностранцев в Беларуси». АПЛОДИСМЕНТЫ Антоний Николаевич, подключайтесь к разговору. А вообще много ли иностранной молодёжи ежегодно приезжают в Гомель для получения высшего образования? Ну, обычно где-то порядка 200 человек желают обучиться в Гомельском государственном медицинском университете. Но набираем мы 40 человек на группу, которая по обучению на русском языке, 40 человек на английском языке, потому что у нас есть возможность обучать граждан в течение всех шести лет на английском языке, а также есть возможность выучить русский язык. И поэтому есть ещё курсы русского языка, поэтому едут именно и за знанием языка тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Антоний Николаевич, наверняка для себя уже поняли, почему именно в Беларусь едут? Дешевле или в чём проблема? Ну, это, конечно, безусловно, этот фактор играет роль. Во-первых, высоко ценится медицинская наука во всех странах, в том числе и белорусская медицинская наука. Есть возможность получить образование, как я уже говорил, в течение всех шести лет обучения на близкому кому-то английскому языку. Учитывая, что авторитет настолько высок, плюс ещё возможность сразу, начиная с третьего курса, наши студенты уже обучаются и клиническим дисциплинам, которые смогут потом у себя на родине. Цена, безусловно, играет важную роль. И климат, психологический климат, который есть в Беларуси, то есть это и безопасность, это никаких у нас, как вы знаете, нет нерасовых предрассудков, по-моему, с любым цветом кожи, все друг друга уважают. Об этом даже свидетельствует то, что очень много совместных смешанных браков уже появляется за время обучения. Если коротко перейдём сейчас и к условиям для учёбы и проживания, всё ли здесь на должном уровне? Ну, идеального ничего не существует. Но есть у нас возможность такая, выделили мы целое общежитие для проживания иностранных граждан, там они как-то меньше переживают, и вот эта акклиматизация, этот период проходит быстрее, потому что там с различных курсов и старших, и младших они общаются, и, конечно, учиться значительно легче. А там есть все возможности. Во-первых, это блочная система, это есть и магазин, и спортивный зал, есть и интернет, и возможности нашего ВУЗа международному общению, библиотека очень хорошая, поэтому я думаю, что обижаться тут не стоит. Вот. Плюс участие во всех мероприятиях, которые проводятся в ВУЗе, независимо от национальности, благо, что наши студенты очень активны и принимают и в общественной жизни, и в участии в самодеятельности, и об этом и в кулинарных делах, и об этом свидетельствуют особенно дни факультета подготовки специалистов зарубежных стран. Это очень яркое событие в жизни нашего заведения, на которое собирается очень много не только наших преподавателей, но и зрителей. Хорошо. Ну вот вы затронули конкурс «Кухонь народов мира». Пожалуй, самое интересное для СМИ, это я как журналист говорю, ну и, наверное, и для преподавателей, и для гостей университета в эти дни мероприятие. Расскажите о нем, как оно проходит. Ну, начинается, это самое главное начало такое, которое отличается от других дней факультета, у нас проводится, кроме этого факультета, и другие дни на других. Это начинается с национальной кухни. Учитывая, что у нас обучаются граждане порядка 28 стран, то это мероприятие настолько красочное, настолько интересное, потому что от приготовления пищи, с каким удовольствием готовит представитель каждой нации, он хочет показать, он представляет, он как посол в своем роде, он за счет кухни показывает свою страну. Это и национальная одежда, это настолько яркое событие в жизни нашей, мы всегда с удовольствием ждем дни факультета. Кстати, уважаемые друзья, сегодня с нами в студии и ребята, которые на одном из последних подобных конкурсов просто поразили членов жюри. В чем же секрет успеха, узнаем прямо сейчас. Ребята, давайте знакомиться, выходите в центр студии. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад Салах. Приготовил для вас блюдо наше национальное. Это называется плов, но в каждой стране есть плов, но они по-разному готовят плов. Это из какой страны плов? Это зима. Но приправу сам с собой принесли из нашей страны. И еще там готовил плов с рисом, и курица, и специальная приправа. Это, наверное, самый главный секрет. Слушай, ну какой плов самый вкусный? Из какой национальной кухни? Ну, у меня вес разный. Мне нравится, что мама готовит. Мне нравится всегда. Я своего позволения попробую. Не удержусь и попробую, если можно. Конечно, могу всех угощать наше плов. Можно просто сверху брать, да? Можно же. И надо перемешивать. Ну как. Очень вкусно. Пожалуйста. Меня зовут Закджамал Рахманова. Я учусь в медицинском университете в Гомельском. Четвертый курс. Что нам здесь нравится? Здесь нас хорошо приняли. Мы здесь чувствуем себя как дома. Рассказать про наши блюда. У всех в кухне свои секреты. И мы тоже сегодня приготовили манты и самсу. Готовится очень легко. Это вам-то кажется, что легко. Ну, да. Не каждый возьмет и приготовит самсу, например. Есть у вас секреты. Тесто слоеное. Адманты простой тесто. Мясо говяжий. Лук репчатый. И готовим фарш. И как бы закатываем тесто. И, в общем, самая высокая оценка от членов жюри обеспечена? Да. Давай знакомиться, откуда вы приехали. Какое блюдо готовили? Меня зовут Санчи. Я последний курс учиться. Там, где я приехал из Шри-Ланки. Мне, Александр, очень интересно вам рассказывать у нас это культурное и самое известное блюдо. Это просто готовить. И там есть одно секреты. Просто это рис с молоком. И это не просто молоко, это кокосовое молоко. Это вот это, да? Это то есть десерт? Да. Ну, я думаю, что можно предложить попробовать. Конечно. Участникам программы можете угощать. Спасибо, спасибо. Надо попробовать обязательно, конечно. Ну, мне можно... Сейчас вот ложечки будет. Подождите. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, присаживайся. Антон Николаевич, в общем, понимаю, что вам, наверное, в дни проведения кулинарного конкурса приходится не просто, как председателю жюри, вы один, а блюд много. Как справляетесь? С трудом. Олег, о том, что жюри плохо работает. Нет обид? Нет. 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 «Перекресток». Встретимся ровно через неделю на новом «Перекрестке мнений». Пока. Пока. Пока.